МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качество алкогольной продукции – тема, которая актуальна всегда. Особенно накануне праздников, когда планируется большое застолье. Но закончатся торжества могут и плачевно. В магазинах потребители всегда рискуют приобрести кота в мешке. На прилавке все еще попадает суррогатный алкоголь. Подделывают все – и коньяк, и вино, и, конечно же, водку. Пить такое попросту опасно для жизни. Как с этим борются в Чувашии и каким крепким напиткам можно довериться? В этом мы вам поможем разобраться прямо сейчас. В эфире программа «Качество». Некачественный алкоголь только в этом году погубил более 140 человек. Всего же от суррогата в республике пострадало полторы тысячи жителей. Люди травятся не только настойками, купленными в аптеке, но и напитками из магазинов. Хотя раньше эта статистика выглядела куда плачевнее. В 2009 году на больничные койки после распития спиртного попало более трех тысяч человек. Но фактически все-таки сколько составляет травление – это, конечно, вопрос. Потому что многие переходят, употребляют неофициально алкогольные продукции, которые по легальным каналам связи поступают и регистрируются органами статистики, а употребляют как раз суррогаты алкоголя и спирт, содержащие продукции, которые приходят к нам в республики по нелегальным каналам связи, через каких-то организаций, которые осуществляют незаконную деятельность. Несколько лет назад в Чувашии поддельный алкоголь можно было встретить на полке практически каждого магазина. Поэтому был разработан поэтапный план наступления на суррогат. И он дает результаты. Самая активная кампания по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией развернулась в начале этого года. Во время рейдов удалось пресечь продажу 30 марок с контрафактными акцизами. Забраковано более 100 тысяч литров продукции. Мы в прошлом году провели такую работу, что все оптовые организации и большинство розничных организаций сумели получить доступ на сайт Росалкогольрегулирования, где имеются данные о федеральных акцизных марках, номера сравнивать с данными, которые к ним поступают. То есть имеются на тех бутылках, которые поставлены на предприятие. И вот это нам позволило осуществлять оперативно, проверять, осуществлять контроль за поставками алкогольной продукции. Значит, много было очень звонков и в наш адрес, потому что мы тоже, как министерство, органы, осуществляющие контроль в сфере лицензирования, имеем доступ на этот сайт. Очень многие руководители розничной торговли, оптовой торговли, соответственно отнеслись к этому вопросу. У нас в настоящее время в сфере легального оборота, то есть в тех организациях, где осуществляется деятельность на основании лицензии, то есть специального разрешения, уже очень сложно найти какую-то нелегальную водочную продукцию. На прилавках суррогата стало меньше, вместе с тем появились нелегальные каналы сбыта. Поддельную водку распространяют с помощью таксистов. Алкоголь стали доставлять даже на дом по индивидуальным заказам. Часть некачественной продукции ушла в тень. Дешевую водку начали продавать из-под полы, в основном в сельских магазинчиках. По оценке экспертов, ее доля на рынке превышает 10 тысяч деколитров в месяц. Его не поставляет официальный легальный оптовик. Его не продают в федеральные сети. Это все идет из-под полы, так скажем. С этим нужно бороться уже спецслужбам. Поэтому мы считаем, что мы свою задачу по вычищению рынка от нелегальной продукции в официальных каналах, мы ее сделали и контролируем это, и не допускаем появления этого. Сейчас нужно бороться вот с тем сегментом в 5%, который остался там. Качественный алкоголь не может стоить дешево, отмечают специалисты. Ценовая граница для нашей страны 99 рублей. Ниже этого порога производитель обычно не отпускает свою продукцию. Далее в цепочке появляются дополнительные звенья. Оптовик розница здесь тоже происходит удорожание продукта. Стоимость одной бутылки, дошедшей до прилавка, повышается до 120 рублей. И это минимальный порог. Когда в этой цепочке появляется 5-10 посредников, о чем это говорит? Не может каждое звено работать за 1 рубль. То же самое происходит и с розницей. Если розница покупает за 109 рублей эту водку, она должна задуматься, насколько она легальна. Один из последних примеров. Специалистов насторожило происхождение 18-градусного портвейна. В магазинах цена только за одну бутылку составляет 54 рубля. В эту сумму входят и акцизы, и налоги. Но по подсчетам порог минимальной стоимости напитка куда выше. Эту продукцию сейчас изымают из продажи правоохранительные органы. Информация об этом тоже имеется. Уже составлено очень много протоколов, составлены акты, изъяты из оборота уже часть продукции. И работа в этом направлении, конечно, продолжается. Если сравнивать данные производителей этой продукции, о себестоимости продукции, потом сколько этапов они проходят через по средников, то надо понимать, что ниже какого-то определенного уровня цены цена на эту продукцию не должна быть. Вот исходя из этого, тоже как бы можно понять, что продукция пришла по каким-то нелегальным каналам. Одним из эффективных способов борьбы с контрафактом алкоголем стала программа добровольной проверки качества. В ней принимают участие практически все оптовые организации республики. Продукцию, которая должна попасть на прилавки и складов, сначала отправляют в лабораторию. Испытания здесь проводят аккредитованные специалисты. Каждая марка проходит более 10 тестов. На вкус, цвет и содержание в ней химических ингредиентов. Расхождение с ГОСТом нетопустимо. Именно эти нормативные правила определяют степень безопасности алкоголя. Для водок это свои показатели. Основной крепость, щелочность и токсичные микропримеси, в котором относятся сложные эфиры, альдегиды, сивушные масла, метиловый спирт. Также определяются, если это необходимо, по управлению Роспотребнадзора, если пишет нам такое предписание, мы определяем тяжелые металлы в водках, свинец и кадмий. В винах определяют свои показатели. Вина делится на несколько наименований. Столовая, игристая, шампанская, плодовая, специальная ароматизированная вина. Недобросовестные производители каждый раз пытаются клонировать свой фальсификат под нормы ГОСТа. Специалистам лаборатории пока удается пресекать деятельность таких дельцов. Последние годы, замечают здесь, процент производства суррогата в республике значительно снизился. Хотя нарушения выявляются. Особенно часто в образцах находят запрещенные красители. Бывают незаявленные на этикетке. То есть вино выдается как натуральное вино. Например, натуральное плодовое вино только из плодов, допустим, черной смородины или клубники сделанной. В результате оказывается, в результате анализа у нас вызывает сомнение цвет вина. И в результате анализа оказывается, что там содержание синтетических красителей. По органолептическим показателям у нас несколько забраковок было. То есть по органолептическим показателям относятся у нас запах, цвет, микропримеси. Вот по микропримесям, то есть если в бутылочке мы при поступлении на анализ обнаружим микропримеси, то пробы сразу образец бракуется. И дальнейшие исследования проводить уже не имеет смысла. Маркам, которые прошли подобную проверку, выдают специальную голограмму. Но пока в эту программу вовлечены не все. Алкоголь-лабораторию сдают оптовые базы и небольшие магазины. К участию в ней пытаются привлечь как можно больше икорогов потребительского рынка. На данный момент испытания в лаборатории отказываются проходить региональные представители федеральных сетей. Но добросовестные продавцы убеждены, что добровольная сертификация – лишний повод заявить о качестве продукции. Бывают случаи, когда люди все-таки приходят и говорят, что мы пили, то же самое, но очень плохо себя чувствовали, либо какие-то последствия через больницу проходили и так далее. Программу добровольной проверки курирует торгово-промышленный палатчик «Уашия». Вводить дополнительные процедуры проверки алкоголя запрещает законодательство. Поэтому все упирается в желания самих игроков розничного рынка. Если мы уверены в поставляемой продукции, мы, ну, к примеру, мы поставщики, и добровольно заявляем о соответствии этой продукции всем требованиям качества и легальности, значит, а что такое легальность? Это значит, что уплачены все налоги, акцизы и так далее? А это значит, в конце концов, безопасность, не побоюсь этого слова, страны? Потому что это и финансовая безопасность, и здоровье, да? То есть, если мы добровольно заявляем о соответствии всем этим требованиям, и при этом есть другие поставщики, которые воздерживаются, а, может быть, опасаются добровольно заявить о полном соответствии всем требованиям, это вопрос к вам, граждане. Результаты программы добровольной проверки налицо. Два года назад удалось забраковать 600 тысяч литров фальсификата. В прошлом году только 300. Недобросовестные производители начали чувствовать барьеры, которые возводят перед ними в республике. В Татарстане, в котором существует подобная проверка, но она там в более глобальном масштабе, там уровень этот существенно ниже. А в Марийской республике, к сожалению, никаких преград нет. Это зачастую бывает так, что товар, забракованный в Чувашии, в Татарстане, попадает к ним на рынок. И сами понимаете, что это не может не сказаться, да, на их здоровье. Следующий год принесет на рынок повышение акцизных ставок. Как следствие, повысятся и минимальные наценки на алкоголь. В рознице порог стоимости одной бутылки будет повышен уже до 170 рублей. Специалисты ожидают новый всплеск фальсификата. Это может вызвать рост и без того существующих подделок. К сожалению, мы должны это констатировать, но мы предпринимаем все меры для того, чтобы этого не допустить. В Чувашской республике в настоящий момент активно работают в этом направлении и МВД, и другие правоохранительные органы. Я думаю, что власти республики не допустят появления на рынке этой продукции. Больше всего вызывает опасения та продукция, которая завозится в Чувашии напрямую, в обход региональных поставщиков. Случаи, когда продукция браковалась на складе, но появлялась на полках федеральных сетей, уже имели место быть. За слов недобросовестным производителям могут поставить только потребители, говорят специалисты. Что пить? Дешевые или дорогие напитки с наличием голограммы или без? Выбор только за людьми. Эксперты отмечают, единственный ключ к решению проблемы распространения контрафакта является повышение грамотности рядового потребителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова